Вопрос в связи с высоким уровнем тестостерона в крови. Мне назначили в России оральные контрацептивы Дианы-35. ША назначили микроджистин, тоже это комбинированный препарат, состоит из препарата прогистина и эстрадиола. Теперь заметила, что именно с приемом контрацептива связана у меня потеря огромного количества волос на голове. Когда был перерыв приема РК, эта проблема полностью исчезла. Нужно ли смеяться с подобным побочным эффектом при приеме контрацептива или существуют способы контрацепции без подобного эффекта? Означает ли, что уровень гормонов АК не подходит? Нет. Но начнем с того, что высокий уровень тестостерона, что называется гиперандрогенина, это всего лишь симптом заболеваний, которых может быть несколько. Поэтому на самом деле лечит не гиперандрогени, а лечит заболевания. Я там все время говорю, что лечит не результат анализа. Должен быть четкий диагноз. Я не знаю, какой был диагноз уже этой женщины. То есть я не могу определить то, что был высокий уровень тестостерона. Насколько он был высокий. Возможно, он был незначительно повышен. И, как всегда, наши врачи любят как бы нагнетать обстановку. И он чуть-чуть повышен, например, у подростков, после стресса, у тучных женщин или у женщин, которые едят много клетчат. И от гормона может быть повышен. И, скажем, здесь нужно учитывать индивидуальную ситуацию. Какой был диагноз? Дальше. Если уровень тестостерона был значительно повышен, существуют совершенно другие препараты. И на самом деле вот эти гормоны, они практически не влияют на уровень тестостерона. То есть, хотя вот Диана это был старый модный препарат, от него уже отказались во всем мире. Но фармакологические компании активно сплавляют все, что не нужно на Западе, на территории наших постсоветских стран. Потому что наши люди будут брать это все. Это принято, это уже 30 лет назначается. И никто даже не задумается, нужно оно или нет. Теперь, почему выпадали волосы и так дальше. Опять же, я не знаю, для чего назначили вот эти гормональные контрацепии. То есть, с какой целью? С целью понижения тестостерона. Но чем выражалось повышение тестостерона? То есть, какие были жалобы со стороны женщины? И, значит, насколько действительно было нужно назначать? Я не знаю. И действительно побочный эффект ряда контрацептивов, причем это индивидуальный побочный эффект, он не у всех женщин, он только в отдельных женщин. Именно вот как раз в упадении волос на фоне приема гормональных контрацептивов. При этом, независимо от того, какой прогестин входит в состав препарата, то есть, какой состав препарата. Такие случаи нужно разбирать индивидуально, учитывая очень многие факторы. То есть, ряд анализов, историю, анамнез, мы говорим, жалобы, вообще физические признаки, какие вот находки есть, на что можно обратить внимание. И вот уже после этого можно говорить, подошло здесь лечение, не подошло, зачем оно вообще назначалось, и что в таких случаях предпринять. Еще раз повторю, гиперандрогения – это не заболевание, это всего лишь симптом, а должен быть четкий диагноз. И в данном случае я не вижу четкого диагноза, поэтому я не знаю, зачем назначали гормональные контрацептивы. И я не могу сказать, подошли они, не подошли. И вообще, значит, была ли проверка вот этих уровней гормонов тестостерона после назначения КОК, или в течение назначения КОК, то есть вот здесь нужно разбираться более детально.